В рамках нашего эфира я хотела действительно спросить наших гостей, есть ли у вас свой опыт и понимание, в чем причины нашего внутреннего сопротивления? Лени, апатия, безразличие? Наверное, я для начала воспользуюсь властью, которую нам дал Иисус Христос, запрещать дьяволу действовать в нашей жизни. Я могу вам сказать, что в большинстве случаев, да, апатия, лень, это проявление плоти. Дьявол очень хорошо умеет зацепить за нашу плоть, и поэтому прямо сейчас, в этом прямом эфире, я хочу, чтобы мы согласились и запретили дьяволу. И в чем причина? Причина в том, что большинство людей, и я это знаю просто и по тренингам, которые мы постоянно проводим, и по общению с людьми, большинство людей, все-таки, я думаю, Андрей согласится, это отсутствие призвания. Отсутствие, вернее, не столько отсутствие призвания, сколько отсутствие понимания этого призвания. Потому что у каждого человека есть призвание. Мы все равно призваны что-то делать. Каждый из нас знает, чего он призван делать в доме, что он призван делать на работе, что он призван делать в церкви, в теле Христа. Но понимание этого признания, я думаю, если его не хватает, тогда у человека появляется апатия и безразличие. Он может быть думает, наверное, мое призвание все-таки и за кафедрой стоять, А меня тут посылают, скажем, стаканы расставлять и так далее. На самом деле призвание, вот Сергей Мажуга, пастор Сергей Мажуга, который был здесь несколько программ назад, мы как раз с ним вместе общались на эту тему, он очень классно раскрыл эту тему. Призвание – это куда мы призваны в данный момент. Например, если вас призывают в армию, вы призваны быть солдатом, нужно там служить так, как будто мы это делаем для Господа, а не для людей. Нас призвали быть отцом семейства, мы должны служить отцом семейства, так, как будто мы это делаем для Бога, а не для людей. И во всем, что на сегодняшний день Бог нас побуждает делать, это как раз и будет тем самым призванием. Ну, а как понять свое призвание – это отдельная большая тема, но зацепочку за эту тему могу дать. Это искать личных взаимоотношений с Господом. Когда мы будем лично знать Бога, Он будет лично нам говорить, что Он хочет, чтобы мы делали сегодня, завтра, всегда, пока мы существуем на этой земле. Ну, а то, что мы будем делать там, мы уже знаем.